Чемпион России по брейк-дансу сочинец Евгений Смирнов планирует открыть собственную школу танцев. Об этом заявил сам Евгений, который три года назад лишился ноги, но не отчаялся и продолжил заниматься любимым делом. Где появится школа пока точно не определено, возможно в Сочи, но скорее всего все-таки в краевой столице. Об отважном танцоре, который вскоре станет и педагогом, Василий Голованчук. В 2012 году Рыжий, так называют танцора-друзья, попал в аварию. В его мопед врезался автомобиль водителя, которого впоследствии признали виновником ДТП. Молодой человек едва остался жив, врачам пришлось ампутировать ему ногу. История получила большой общественный резонанс. Друзьям танцора удалось собрать деньги на реабилитацию и приобретение протеза. Некоторое время спустя Евгений нашел в себе силы не только вернуться к привычной жизни, он вновь блистал на чемпионатах. Целый год Евгений Смирнов учился танцевать заново. Из-за отсутствия ноги сместился центр тяжести. По словам чемпиона, не спасывать перед трудностями помог спорт. Я решил сам для себя, что это не преграда, и главное иметь эмоциональные свои возможности, это перебороть и идти с этим дальше. Танцевать, заниматься еще какими-либо видами спорта, так как я занялся еще греблей добавочную. Танцую, гребу, работаю. Все продолжается, жизнь начинает только бурлить еще сильнее. Теперь танцор хочет попробовать себя еще и в роли педагога. В его школе будут преподавать брейк-данс. Заниматься им смогут как обычные дети, так и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Сочи не спланирует набирать учеников от 8 до 18 лет. Сейчас Евгений Смирнов ищет хореографов, учителей и врачей, которые будут работать вместе с ним. Василий Голованчук, Нина Лосева, Вести Сочи. Редактор субтитров А.Семкин